МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такого не было пять лет. Накануне в клубе «Скайвайз» команда RTVI US в полном составе собралась на вечере благодарности клиентам, друзьям и партнерам телеканала. Это ощущение абсолютного праздника. Полета. Потому что здесь все какие-то такие легкие, уверенные в себе. И вот чувствуешь себя элитой. Вот ты попал в какое-то такое высшее общество. Приятно быть в высшем обществе. Я уверена, что, как и всегда, RTVI устраивает мероприятие, где можно увидеть и старых друзей. И это будет, конечно же, мероприятие, от которого тебе станет радостно и тепло. Я могу назвать это мероприятие, наверное, событием года, потому что действительно RTVI удалось собрать сливки нашего общества, сливки нашей комьюнити. RTVI US работает уже более 20 лет. И за это время канал заслуженно приобрел репутацию независимого и беспристрастного русскоязычного средства массовой информации. RTVI очень сбалансированное телевидение. И, ну знаете, мы в Америке видим средства массовой информации, которые вещают и, так сказать, и слева, и справа. Но вот так, чтобы телевидение было сбалансированным, я сегодня кроме RTVI другого не знаю такого. Просто говорю от всей души. RTVI US стал центром притяжения для русскоязычного населения. Аудитория канала насчитывает 20,5 миллионов зрителей по всему миру. Мы очень любим RTVI. Мы просто преданы им. Обстановка потрясающая. Легкая, красивая, вкусная, светская, американская, нью-йоркская. Чрезвычайно важно, чтобы русскоязычные СМИ были представлены здесь, в Соединенных Штатах, потому что у нас есть русскоязычные, некоторые из них являются американскими гражданами. Некоторые эмигрируют в страну, и им нужно знать, что Америка здесь для них. Поэтому очень важно, чтобы русский язык и культура были хорошо представлены в американском обществе на протяжении многих-многих поколений, особенно здесь, в Нью-Йорке. Я думаю, это так важно, потому что у нас такое огромное сообщество русскоязычных, и очевидно, что этим людям важно понимать вещи не только в наших основных средствах массовой информации, но и на своем родном языке. Так что это очень полезно. Мои бабушка и дедушка смотрят это, мои тети и дяди смотрят это. Поэтому для них, очевидно, чрезвычайно важно иметь возможность слышать новости на языке, на котором они привыкли их слышать. Через ваш канал, который вещает на русском языке много лет, естественно, все понимают все, что происходит вокруг в мире. Невозможно же жить только, знаете-знать, что там в перилке происходит. Все, что происходит в мире, все, что происходит в Нью-Йорке. Слушать все, и грузины, и не грузины, и узбеки, и таджики, все, абсолютно все. Помимо языковой составляющей, нельзя недооценивать менталитет русскоязычной общины. А в ТВА-ЮС отражает жизнь в Америке и во всем мире именно так, как понятно и близко аудитории. Я человек, который всю жизнь здесь 30 лет отработал в русскоязычных средствах массовой информации, радио, газеты, телевидение. Я особенно понимаю, насколько это важно, что есть такая возможность у людей услышать не только на родном языке, но именно вот этот угол зрения, узнать именно то, что нас интересует. А в ТВА-ЮС не просто телеканал. Это целая информационная экосистема. На обновленном сайте rtvi.us можно найти круглосуточную ленту новостей, архивные материалы программ, интервью и авторские статьи. Любители видеоконтента могут смотреть информационные программы, аналитические шоу и развлекательные видео на YouTube-каналах. А в социальных сетях, в Facebook, Twitter, Instagram и Telegram эксклюзивные материалы и закулисные истории. Сегодня я получил удовольствие от того, что у людей присутствует творческий дух. Когда работает творчество у человека, идет движение вперед. Когда идет рутина, ты видишь, что, к сожалению, этому бизнесу не светит ничего. Сегодня я почувствовал, что здесь энергетики, но на ближайшие 120-150 лет. У многих гостей и друзей есть своя личная история, связанная с RTVI.us. Слушайте, у меня лично к истории с RTVI связано вот столько. Значит, ну, во-первых, в 2000, по-моему, это был 2003, если я не ошибаюсь, год, я был ведущим RTVI, я был ведущим программой «Взгляд из Нью-Йорка» с Лизой Камин. Это был прямой эфир. Значит, потом, в 2013 году я был директором рекламного отдела. Ну и сейчас, в общем, меня постоянно вызывают в эфиры. Поэтому моя история с RTVI тянется очень давно. Да, там уже история 20 с лишним лет, что замечательно. Гости и друзья в этот вечер не ушли с пустыми руками. RTVI.us вместе с партнерами организовали лотерею. Призы впечатляющие. Новогодний ужин на двоих в ресторане Skywise. Фунт свежайшей черной икры от торгового дома «Царь Кевиер». Ящик стопроцентной «Агавово Игнать Текила» и ящик настоящего итальянского просека от компании «Дозорцев & Sons». Десять сессий в гольф-клубе «Бруклин Суинг». Сертификат на тысячу долларов от салона «Эстетика Спа». Ну и главный приз. Сертификат на пять тысяч долларов на рекламу на абсолютно всех платформах RTVI.us. на телеканале, на ютюбе, на сайте и в социальных сетях. Призов было всего семь, но в выигрыше были все гости вечера, которые не скупились на добрые слова и пожелания. Я от всего сердца, от всей души, я желаю каналу процветания, вдохновения, чтобы никто никогда не вставлял панки в колеса, чтобы сбывалось все задуманное, и чтобы все самые большие мечты и ожидания, чтобы все происходило так, как лучше всего для канала. Потому что это то, что вдохновляет людей и то, что дает вообще позитивный импульс всему вокруг. Я желаю RTVI только успеха. Это отличный канал и отличная платформа, на которой мне нравится выступать и давать комментарии по юридическим темам. Так что желаю только лучшего. Я желаю каналу процветания, быть объективным, быть актуальным. Мне кажется, это самое важное сегодня. Благодаря вам, благодаря тому, что есть такая действительно сильная СМИ, которая дает нам уверенность, дает нам чувство того, что мы дома. Вы делаете Америку нашим домом. RTVIUS не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди новый сезон, который стартует в сентябре. Зрители увидят множество новых программ, которые сделают RTVIUS еще более интересным и важным в жизни русскоязычной Америки.